Ночью ко мне звонит мой сын. И быстро говорит, мама, срочно мне привези дежурного адвоката. 19-летнего алматинца Азата Ували задержали 18 января. 5 января его с друзьями захватили неизвестные люди. Под угрозами заставили проехать в оружейный магазин, закрузить украденное оружие и отвезти его на площадь республики. Сейчас они все находятся в следственном изоляторе. Они были пойманы людьми, остановлена была машина, пойманы людьми вооруженными, которые их заставили снять, во-первых, номера, во-вторых, она сказала, чтобы они ехали за ними. Один из преступников сел в их машину и под прицелом, значит, угрожая водителю, он повез их в оружейный магазин, который находится неподалеку от их работы. Понимаете? Значит, они туда приезжают, туда они заставляют их, значит, помогать. Там уже был народ, там были люди, которые сломали это, начали вывозить там, и они уже какая-то, видимо, еще основная, они их туда доставили, и угрозами заставили их, значит, вывезти это оружие. То есть они погрузили их в машину, заставили погрузить это оружие, и потом их сопровождая, как я поняла, они повезли на площадь. И на площади там уже другой народ разобрал. Вот это вот, и вот это, значит, попадает в кадр, значит, видео этого, и по этому факту их арестовали. А после того, как они привезли оружие, ну, под угрозами, как вы говорите, они оставались потом на площади или их отпустили? Они сбежали оттуда. Сбежали. Они сбежали, когда те отвлеклись, когда разобрали оружие, я насколько знаю, к ним кто-то подошел, там были и, говорят, вооруженные, во-первых, были еще в маске, в АЗК. Как это, противогаз же, да? И вот один ударил моего сына в челюсть, говорит, где патроны? То есть оружие так таковое, оно было просто положено, а к ним патронов не было. Они разобрали, и потом начали требовать у них патроны. Вот это вот. Потом, значит, то ли они отвлеклись, то ли как, я вот это не знаю, потому что не вдавалось, мне никто не говорил. Они, то ли кто-то отвлек вот этого человека, они сели в машину, говорят, сейчас мы переставим машину в другое место, и оттуда умотали. Уехали оттуда. Жанар не видела сына почти месяц. Родные Азата вынуждены были публично рассказать его историю, сперва на митинге, потом на пресс-конференции. И только 17 февраля матери разрешили увидеть сына. Свидание было всего 15 минут. В ДВД города, когда их задержали, были избиения. То есть он это сказать не мог, но он не дал намек о том, что у него гематома. И их заставляли подписывать первое показание, которое это под угрозой. Сегодня о чем вы разговаривали с сыном? Я пыталась дать ему поддержку. Я не пыталась его расспрашивать, я просто ему давала знать, что все его любят, что его все ждут, что он не один, и чтобы он не падал духом, что он мужчина, и он должен выдержать все. То есть он должен попытаться себя защитить в первую очередь. Он должен попытаться все вспомнить, все рассказать, и чтобы он мог защитить себя в первую очередь. Потому что я думаю, здесь есть политический окрас просто-напросто. То, что не так сильно я доверяю тому, что будет расследование правильное. И вообще, знаете, чисто мое мнение, сугубо мое мнение. Со слов родных прокуратура уверяет, что Азата и других арестованных не избивают. В следственном изоляторе им якобы обеспечены все необходимые условия и человеческое отношение. Сейчас вот меня спрашивают, как вам, как они содержание? Да какое там содержание? Какое бы там прекрасное содержание не было? Это, во-первых, психическое, моральное, физическое, да? Как его... Это тюрьма. Это тюрьма, да. Она ломает человека по-любому. Или ломает, или человек озлобленный становится. Я не хочу его потерять, понимаете? И не дам его сделать таким. Все вот то, что я скажу, я до конца пойду. Интересы Азата Ували защищает адвокат Таллиген Берликожаев. Мы побывали у него в офисе и попросили рассказать, в чем обвиняют Азата. Если посмотреть в виде записи имеющихся, там, как бы, значит, с их стороны каких-то противоправных действий, значит, там, не зафиксировано. Утверждают, что, значит, их заставили, значит, вооруженные бандиты, и поэтому они вынуждены были выполнять их, в общем-то, требования. Видео есть, ну, допустим, по эпизоду, где, значит, толпа, значит, ломает входные двери, это оружейный магазин, они стоят, и там стоят какие-то еще люди в противогазах, масках, вот они, ссылается на них, что они привели туда насильное, и вот в случае отказа хотели применить оружие, значит. Первое видео, значит, делают, они, эти бандиты скрывали магазин, делали нападение на оружие магазина, а второе, и везут там, где на площади, они, значит, вот сопровождением этих лиц привезли, приехали на площадь и потребовали открытый багажник, и эти люди начали разбирать оружие, изначально было известно, что это оружие, значит, непригодное к привозу, муляжи. Муляжи? Да, потому что, когда они, значит, вот эти, нападавшие на магазин грабители, и кто-то из них говорит, это же муляж, непригодный же, эти мои подзащитники уже знали, да, они, что это непригодный, но они вынуждены были, значит, согласиться, чтобы перевозили к один оружием, в площади. Азад Увалиня – единственная жертва январской трагедии. Есть и другие ребята, о них мы расскажем в следующих сюжетах. Прокажаем. Айна ласунгой, айтин бежит.